Здравствуйте! Это актуальное интервью. Я Андрей Погорелов, и мы обсуждаем самые актуальные и вопросы. Сегодня гость нашей студии, директор дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха, Якутия Яков Сивцев. Яков Семенович, здравствуйте! Рады приветствовать вас в нашей студии. Недавно в Якутии были выпущены на свободу 30 голов лесных бизонов. Как, с вашей точки зрения, прошел выпуск бизонов на свободу и есть ли какие-то предварительные данные уже, как они себя ощущают? Ну, 23 ноября, я считаю, да и эксперты считают, что произошло историческое событие. Произошел выпуск диких лесных бизонов на естественную среду обитания. Это событие, почему историческое? Потому что лесной бизон обозвратился в свою историческую родину. Он, это экзотичный вид, представитель плестоценовой фауны, фактически. В плестоценовом периоде он здесь обитал по всей Евразии, на севере и обитал в огромной территории, как бы его был ареал. И в позднем плестоцене, или в Голоцене, он уже по Берингийскому замерзшему морю проливу перебрался на американский североамериканский континент, где только он там и сохранился. Это действительно историческое событие, потому что лесные бизоны сейчас находятся только в Канаде. Там есть два подвида, это степной и лесной бизон. И фактически сейчас после нас его передали Аляске. Их естественную середу никогда не обитали. Они находятся на охраняемых, особо охраняемых природных территориях, национальных парках. И вот мы решили сделать так, что после... У нас было два-три этапа, как бы, интердукции бизона в Якутии. Еще раз подчеркиваю, что это российско-канадский проект. Вот. Естественно, событие очень большое, значимое. Поэтому все ученые, эксперты во всем мире, они глубоко оценили это. Это экспериментальный выпуск. Событие, конечно, мы его отслеживаем. Сейчас, в данное время, бизоны находятся примерно на удалении 4-6 километров от места выпуска. Ну, естественно, лесной бизон – это оседлый вид. В отличие от лесного бизона, который мы иногда замечаем, ну, увидим же американские фильмы, когда вот гоняет их везде, отстреливает, который достаточно на далекие расстояния мигрирует. А лесной бизон, он оседлый вид, он в основном на далекие расстояния не ходит. Поэтому пока стоит на 4-6 километрах и достаточно хорошо пока кормится. А каким образом происходит отслеживание? Существуют какие-то специальные ошейники, либо чипы какие-то? Ну, скажем так, программа мониторинга и контроля посредством спутниковых радио-маячков у нас достаточно хорошо отлажена. Мы работаем совместно со специалистами Института биологических проблем и кредитозоны Сибирского отделения Академии наук. Такие же спутниковые ошейники мы уже устанавливали на диких северных оленях, на лосях и также на волках. В этом году мы их установили на визонах. То есть методика достаточно налаженная. Установили на двух самках и на одном самце. И, естественно, по компьютеру, по заданной программе мы отслеживаем, где в данное время основное стадо находится. То есть они все вместе? И если вы... В этом году мы, опять же, перевезли с Ямала 30 голов овцебыков. То же самое оснастили их радио-мачками спутниковыми. То же самое отслеживаем. То есть мы четко знаем, где данное животное находится, стадо, где находится. Если надо, едем туда и отслеживаем уже состояние этой данной популяции. Ну вот с 23 ноября прошло, на самом деле, не так много времени, да? Да. Сейчас они себя чувствуют, в принципе, комфортно наверняка. Но а как в дальнейшем будет проходить реклиматизация? Нет, реклиматизация уже прошла. Прошла уже? Да, уже прошло. Приспособление тогда, скажем так. Это уже якутские бизоны. Но хочу напомнить суть проекта. Проект, он начался достаточно давно. В Якутии вообще в 96-м году вышел указ президента 1376. Президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев о государственной экологической политике, где одним из основных преградетов было поставлено сохранение и обогащение биоразнообразия флоры и фауны. Вот такой указ был. Соответственно, в соответствии с этим указом, с 96-го года начались работы, проект по расселению Абсабыка на арктической территории Якутии. И после того, как проект был успешно реализован, уже начался проект по расселению и интердукции бизона. Тогда, в 2005-м году президент Республики Вислав Анатолий Штуроп обратился к канадскому правительству с просьбой передать, потому что я еще раз говорю о том, что в принципе дикий лесной бизон, он есть только в Канаде. И канадская страна пошла нам навстречу и безвозмездно, подчеркиваю, безвозмездно, без всяких финансовых затрат, она передала дар Республике Саха и Якутия 30 бизонов. И с этого и начался проект. Но этот проект, он подкреплен нормативными документами, потому что бизоны просто так не передаются. Это краснокнижный вид Международного союза охраны природы. Поэтому подписывается соглашение, протокол к соглашению, который ратифицируется с обеими сторонами, проходит все инстанции, в том числе и Министерство иностранных дел Российской Федерации, надзорные органы, точно так же Канаде. И в 2006 году состоялось историческое событие, когда Канада очень была заинтересована в этом. произошло историческое событие, когда первая партия 30 бизонов была передана в Республику Саха и Якутия. Для чего это делалось? Во-первых, для того, чтобы сохранить генофонд. Это первое. Второе. Возвращение на историческую родину. Можно сказать, что проект шел под таким девизом. Это все-таки историческая родина Якутии, бизонов. Ну, север, скажем, да, России. И после этого уже канадская страна, после этого она, естественно, провела проверку исполнения. Через два года, когда наши бизоны дали первый приплод, приезжали канадские специалисты, которые были удовлетворены полностью положениями содержания бизонов. И они отметили то, что на якутской природе наши бизоны выглядят лучше, упитаннее, чем канадские бизоны. Это хорошо. Ну, а, кстати, канадцы сейчас с ними работа ведется какая-то совместно. Они вот так же приезжают, что-то контролируют, может быть, инспектируют для себя. Ну, я хочу сказать о том, что вот то, что произошло, выпуск бизонов в естественную среду обитания, канадцы этим очень интересуются. И мы получили подтверждение канадской стороны о том, что в 2018 году они готовы нам передать четвертую партию лесных бизонов в количестве 30 голов. Вот. Поэтому канадцы очень заинтересованы, они очень довольны, потому что главное их требование было о том, чтобы создание маточного поголовья. Оно создано. Якутияне все их видят. Они стоят на обзорной площадке в питомнике Ботома. Это природный парк Ленской столбы. И, ну, представляют, они уже стали брендом республики, можно сказать. Ну, когда вот много лет назад только планировалась вот эта вот работа, не было ли скепсиса со стороны окружающих и самим ли верилось, что все-таки в планах получится реализовать этот проект? Ну, ни на минуту не сомневались, потому что занимались специалисты своего дела. И надо сказать о том, что расселение бизона не просто так кто-то захотел и перевезли, оно имеет глубокие научные корни, потому что работы по расселению бизона, они еще научные работы, начались еще в начале 60-х годов. Видным якутским зоологом Олегом Егоровым, который доказал о том, что центральная Якутия наиболее подходит для расселения бизона. И часто задаю вопрос о том, что, ну, вот, бизон может вступать в конфликт какими-нибудь сельскохозяйственными животными или представлять угрозу человеку. На самом деле нет, потому что бизоны, во-первых, они в конфликт с другими видами не вступают, потому что в основном мы их расселяем на территориях мало перегодных для ведения сельского хозяйства. Вот, это лес, леса. Вот, и с человеком, ну, человек для них, если человек не нарушает их жизненное пространство, то они угрозы не представляют фактически. Это довольно мирный вид, можно сказать. Ну, а что стало, наверное, на самом сложном в данной работе, может быть, немного о характере бизонов, еще что-то добавить, о их условиях содержания, особенностях? Ну, условия, мы многого не знали. Когда начинали содержание бизонов, все приходилось начинать с нуля. Даже расколы, которые мы строили, мы строили с учетом то, что, ну, не было такой практики, как для крупного рогатого скота. Но вы представляете то, что бизон – это самец тонн весом, в холке достигает до двух метров. Ну, наши расколы не подходят. Ветеринарные требования, они едины, стандартно для всех, но, понимаете, это дикое животное. Дикое животное. Мы, конечно, когда их привезли, думали о том, что как они, переживания были очень большие, как они выдержат наши морозы, как они будут кормиться, потому что у нас снег, снежный покров в центральной Якутии доходит до полуметра, скажем, да, 50-40 сантиметров. Как они там будут кормиться, подготовили для них навесы, для того, чтобы вот слен и ветер, как бы их не продул. Мы как о детках беспокоились, да. Думали то, что самых ослабленных будем брать в хатоны, ставить их вместе с коробами. Ну, ни в чем это, ничего это не понадобилось. Но они оказались достаточно крепкими и готовы к нашему цену. Когда они маленькие, они совершенно очень быстро привязываются к человеку. Я хочу, вот сейчас пользуясь случаем, сказать о том, что у нас есть папа Бизонов. Это руководитель Бизонария Ботома, Семен Семенович Егоров. Вот они за ним ходят, как маленькие детки. Они, когда были маленькие, они его буквально облизывали со всех сторон. Но, конечно, все это было вновь, было очень дико интересно. Мы фактически не отходили оттуда. Фактически Бизонарий создавался на пустом месте. И дневали и ночевали там. Рацион питания подбирали, естественно. Если какие-то болезни, если даже они чихали, уже мы думали, что там с ними. Если хромали, то что там с ними. Но они наши дети. У каждого Бизона нужен свой подход. Каждому Бизону. Мои работники, они уникальные люди. Работники дирекции Бизонарьев. Они знают каждого Бизона. Спасибо. Его характер. Семенович, беседа была действительно очень интересна. Вы смотрели актуальное интервью. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был директор дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Сахайя-Якутия Яков Севцев. Поставайтесь на нашем канале. Будьте в курсе всех событий. Удачного вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова